Карате. Благодаря иностранным боевикам этот вид спорта в нашей стране стал очень популярен, пережив даже временный запрет. В федерацию карате по Владимирской области сейчас входят семь клубов. Стилей в карате много, но все они подразумевают трудолюбие, волю и стойкий характер. Сейчас соревнования по карате проходят по двум направлениям – кота и кумите, а значит и характер у спортсменов для разных дисциплин тоже разный. И распределение происходит в самом начале пути спортсмена. Кота более женственный, нежный, деликатный, красивый, харизматичный. Соответственно, и дети такие же. Очень интеллигентные, вежливые, статные. Постепенно становятся очень мощными и выдающимися. Кумитисты – такие дерзкие, наглецы, бойцы, больше похожи на хулиганов. Поэтому наша, в первую очередь, задача понять, какой этот кремень, какого качества, что он из себя представит, правильно его направить и получить результат. Заниматься единоборствами – это моя мечта еще, наверное, лет с четырех. Я видела всякие боевики, там, с Джеки Чаном и другими известными актерами. И мне хотелось также разбивать носы и бить доски. Захотелось изучить боевое искусство. Был выбор либо пойти в тэквондо, либо карате. Выбор выпал на карате. Тренируюсь уже будет в декабре 8 лет. Пока не чемпион, но достижения тоже есть. На первом этапе занятий юным спортсменам понадобятся только шорты и футболка, а дальше все зависит от направления, которое выберет ребенок. Если кота, то достаточно кимоно, а если кумите, понадобится еще и защита, которая может быть достаточно дорогой. Прийти в карате можно в разном возрасте, но тренеры считают, что у малышей больше шансов стать профессиональными спортсменами. Так как ребенок маленький, только приучается к такой, только можно приучить к спортивной жизни. Вот. Есть ребята, которые приходят и уже в 10, и в 12, и в 14. Да, сложно. Ему сложно. Вот. Потому что возраст большой. И в соревновательном процессе тоже ему сложновато. Но самое перспективное, это вот самое оптимальное, это маленький возраст. 5-6. Даже 4 бывает. Карате – это контактный вид спорта с применением техники ударов руками и ногами, а также защиты от них. А значит, этот вид спорта травмоопасный. Травмоопасный очень. То есть от травм не защищен никто. И буквально наши последние сборы, которые мы проводили в рамках нашего проекта, как раз характерный пример. У нас, к сожалению, было два перелома. Но ребята с честью, с достоинством продолжили и отработали весь семинар. И очень проявили характер. Из-за опасности получить травму и достаточно тяжелых тренировок может показаться, что карате – вид спорта не для девочек. Но, по мнению тренеров, это не так. В нашем клубе уже, скорее, 10 на 50 девочек и мальчиков. И не только в клубе Федерации. Очень многие девочки и мальчиков. И сказал бы так, что женская сторона показывает лучший результат, чем даже мальчики. Карате воспитывает характер и силу в маленьком спортсмене через тяжелые тренировки. Поэтому ребенок в такой ситуации не может оставаться один на один со спортом. Нужна разносторонняя поддержка. Есть очень хорошая формула треугольника. Равные составляющие. Спортсмен, тренер и родители. Если хотя бы одной составляющей не будет, или она какая-то будет ущемленная, не заинтересована, ничего не получится. Хорошо, когда все стороны работают слаженно и добиваются цели. Но бывает, что одна из сторон, а чаще всего это как раз ребенок, по самым разным причинам перестает заниматься в полную силу. Или вообще хочет покинуть секцию. Устал, тяжело, пропустил удар или просто не хочет. В этом случае потребуется определенная работа и со стороны родителей, и со стороны тренера. Ну, существует несколько методов, как ребенка замотивировать, вот, может дать ему отдохнуть, либо сделать небольшую паузу. Вот, но я думаю, что правильный подход, если она его вернет в обратное русло, и он продолжит тренироваться. Если это затяжной период, то тогда мы разговариваем с мамой, там, разговоры по душам, вот. Ну, и это как-то помогает справиться вот с этой нагрузкой, перегрузом, так, расставить все по полочкам. И потом выход находится сам собой. Детский протест бывает разный и по совершенно разным причинам. Хорошо, если он временный и просто от усталости. А если ребенок никогда и не хотел заниматься этим видом спорта, в клуб его привели родители по своему желанию. Ребенок – существо, которое очень хорошо приспосабливается практически к любой обстановке, и, наверное, может чего-то добиться, ну, практически в любой сфере, если у него физическое, психологическое и интеллектуальное развитие соответствуют возрасту. Но прежде чем чего-то от ребенка добиваться, каждый родитель должен себе ответить на вопрос, зачем я это делаю и кому это на самом деле нужно. Потому что ситуации бывают разные. Одна история, когда ребенок действительно талантливый, и тренер это отмечает, но ребенок, например, обладает повышенной активностью и не очень собран. Тогда, наверное, в этой ситуации какая-то история, что мы структурируем его деятельность, невзирая на его «не хочу», говорим «нет, все-таки пойдем», она имеет смысл. А если, например, папа мечтает о ребенке-футболисте, а ему не нравится футбол категорически, ему, например, нравится читать книжки или плавать, то здесь нужно начинать вот с этого вопроса себе. И в любом случае, если ребенок еще, ну, условно в старшем дошкольном или в младшем школьном возрасте начинает протестовать, подумайте о том, а что будет в подбросковом возрасте, который сам по себе возраст протеста. Здесь ситуация обострится очень сильно, и весь вопрос в том, а зачем вам нужен такой результат, такой ценой. Итак, карате – один из самых жестких видов спорта. Поэтому от травм физических и психологических ребенка здесь защищают как тренер, так и родители. Зато помимо спортивных призов, наградой упорному каратисту станет волевой характер и умение преодолевать трудности.